Алексей Иванович не был фермером, но, как говорили некоторые бабы в селе, у него было большое хозяйство. Прочитав переписку мужа в соцсети, жена лайкнула его сковородкой. Мужики носят на руках тех женщин, которые не садятся на шею. А сто лет назад, будучи пьяным, вы могли сесть на живое транспортное средство, которое избегало столкновений и могло само отвезти вас домой. Выходя из здания Одесского городского суда, адвокат поворачивается к своему клиенту, который выглядит очень расстроенным и спрашивает. Додик, в чем дело? Вас же полностью оправдали. Так-то оно так, Семен Маркович, ну таки теперь-то я точно влип. Я сдал свою квартиру на три года. Хочу зиму, и чтоб мама везла меня на санках рано утром в садик, закутанную в шар до самых глаз. А вот это все не хочу. Мои друзья полицейские служили в милиции, потом в полиции, теперь их переводят в национальную гвардию. Чувствую, на пенсию они уйдут мушкетерами. Жена пилит алкоголика. Ух ты, несчастный! Куда ты катишься? Совсем опустился на дно. Муж, а чего это я несчастный? Это ты несчастная, а у меня прекрасная жена и дети. В современной новостройке можно сравнить с колбасой. Лучше не знать, из чего их делают и как. Ничто так не злит с утра уходящую на работу жену, как отгул у мужа. Стань клиентом нашего банка, и мы защитим тебя от других мошенников. Мужик после развода листает свой паспорт и думает, да, только по три жены еще место и осталось. Надо с умом потратить. Вот почему-то говорят, что дети это цветы жизни. Но я никак не пойму, что у них общего. Горшки.